В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кругом вода в городской дозор обратились жильцы дома номер 4 по улице Держинского. Зарубежные хиты и любимые песни советских поэтов в Саровском драматическом театре выступил Нижегородский губернский оркестр. Носим русское в православном творческом объединении мир работает выставка народного костюма. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нем приняли участие представители ГОИЧС, специальное управление Федеральной противопожарной службы, а также специалисты ДГХ и руководители коммунальных служб. Темой для обсуждения стал процесс подготовки к весеннему поводку. Подробности далее. При неблагоприятном развитии ситуации, которая может возникнуть из-за повреждений или размыва земляных плотин на протяжке Филипповки, подъема уровня воды в Сатисе, появится опасность подтопления городских территорий общей площадью 3,5 квадратных километра. В зону весеннего поводка могут попасть до 350 человек и несколько городских организаций. А также участки улиц Димитрово, участок дороги номер 123, участок южного проезда, участок дороги на КВП-1. При аварийной ситуации или при прохождении паводковых вод через городской ГТС в зону подтопления попадут участки садоводческого товарищества имени Гагарина и частично очистные сооружения горводоканала. Чтобы избежать затопления городских территорий и для ликвидации возможных последствий, в городе создана противопаводковая комиссия. Особенность мероприятия по обеспечению безопасного пропуска висяние в половоде 2019 года является то, что сменилась организация обслуживания гидротехнические сооружения города. За содержание гидротехнические сооружения в 2019 году отвечает муниципальное унитарное предприятие ДЭП. Специалисты ДЭП обязаны подготовить городские гидротехнические сооружения к паводковому периоду. С 25 марта специалисты не реже двух раз в сутки будут контролировать уровень воды в реках и озерах и сообщать данные в единую диспетчерскую службу. В обязанности ДЭПа входит и контроль за состоянием снежного покрова и толщиной льда на водоемах. Толщина льда в районе постов ГТС на реке Сатис 27 см, на озере Протяжном 37 см. Это мы меряем по краю. Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили необходимость информирования жителей домов, попадающих в зону подтопления, о правилах поведения при весеннем паводке. В рубрику «Городской дозор» обратились жильцы одного из домов времен сталинской постройки. Наступление весны принесло собственникам квартир на верхних этажах дома номер 4 Павлица Держинского проблема в виде протекающей кровли крыши. Талая вода с чердака просочилась в помещение. В итоге испорчены потолки и стены. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. С потеплением в квартирах верхних этажей дома номер 4 Павлица Держинского потекли ручьи. С крыши дома просочилась талая вода. В результате поврежденными оказались потолки и обои на стенах. Первое, что сделали жильцы, обратились в управляющую компанию. Вызываем представителей ЖЭКа. Они приходят, разводят руками, отправляют туда кровельщиков, подставляют какие-то тазики. В ближайшие дни в доме начнется капитальный ремонт. И, казалось бы, жильцы старого дома должны радоваться предстоящим изменениям. Но на деле выяснилось, что главная причина протечек – кровли и теплоизоляция инженерных коммуникаций в план работ не включены. Обратились по поводу капитального ремонта кровли, замены гидроизоляции. Дом 1952 года постройки никаких ремонтов никогда ни разу здесь не проводилось. Вообще. И в итоге нам ставят очередь на капитальный ремонт и замену кровли на 2037 год. Жители дома не намерены терпеть регулярные протечки кровли еще 18 лет и настаивают на переносе капитального ремонта на более ранние сроки. Но, по словам местных чиновников, в этой ситуации они бессильны, так как план проводимых работ определяет региональный оператор. Для изменения сроков капремонта жильцам предложили провести независимую экспертизу. Чтобы, ну, по заключению экспертизы, чтобы добиться переноса вот этого капитального ремонта на более ранние сроки. Ну, а какая экспертиза может быть? Я и так, если вот, ну, посмотрите на нашу крышу, все и так ясно, мне кажется, без экспертизы. Как пояснили в управляющей компании, к текущему ремонту кровли приступят при благоприятных погодных условиях. Ремонт будет производиться после, ну, текущий ремонт поддерживающий, после того, как сойдет наледь, сколько сейчас просто невозможно, потому что дом покрыта желоба, потом проведется ремонт устранения, где были протечки. Ответственность за повреждение имущества от протекания крыши управляющая компания себя не снимает. Инженеры-смотрители оценят размер ущерба, и жильцам будет предложена либо денежная компенсация, либо косметический ремонт. На ближайшее время назначена встреча Совета Дома с представителями управляющей компании и специалистами ДГХ, на которые будет решаться вопрос капитального ремонта кровли. Канал 16 будет следить за развитием событий. В связи с возникновением в Нижегородской области трех очагов птичьего гриба, Саровское госсветуправление напоминает горожанам, что покупать продукты птицеводства в местах стихийной торговли может быть опасно для здоровья. Заводчикам домашней птицы настоятельно рекомендовано регистрировать поголовье в госсветуправлении, а при обнаружении мертвых птиц в подсобном хозяйстве незамедлительно информировать об этом специалистов для проведения анализов на гриб. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом продолжает прием заявлений на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья. Обращения от граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся на улучшении жилищных условий, будут принимать до 15 марта. Кроме того, до 31 мая можно подать заявку на включение в программу обеспечения жильем молодых семей. В Центре поддержки предпринимательства расскажут об особенностях использования онлайн-касс. 12 марта там пройдет обучающий семинар, посвященный последним изменениям закона об использовании контрольно-кассовой техники. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону 992-63 и 992-64. Семинар пройдет в здании Центр по адресу Проспект Октябрьский, дом 13. Начало в 14 часов. Утром 9 марта у Храма Всех Святых отпразднуют Масленицу. В программе чай с блинами, выставка русских костюмов, группы хоровод и народные танцы. Желающие смогут принять участие в очистке территории вокруг храма от снега. Празднование Масленицы начнется сразу после литургии, приблизительно в 9 часов утра. Зарубежные хиты, шлягеры прошлых лет и песни любимых советских поэтов-песенников. В канун Международного женского дня в Саровском драматическом театре прошел концерт Межгородского губернского оркестра. Для саровчанок музыканты исполнили произведения различных стилей, направлений от классики до современных джазовых композиций. А также обработки русских народных песен, рассчитанные на меломанов разных поколений. Блондинки, брюнетки, мамы, бабушки, самые красивые и любимые женщины города стали главными гостями праздничного вечера. Артисты Саровского драматического театра признали саровчанкам в любви словами известных литературных героев из классических произведений русских и зарубежных авторов. Скажи мне, сделай то, что не в силах сделать ни один человек на свете. Я сделаю! С теплыми пожеланиями к стравчанкам обратились первые лица города и ядерного центра. Вдохновившись весной и самым красивым праздником в году, они тоже заговорились стихами. И пусть вас всегда, точнее как можно чаще, посещают такие ощущения, когда и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Музыкальную часть вечера продолжил Нижегородский губернский оркестр, который не в первый раз приезжает с концертом в наш город. Музыканты подготовили для женщин самые яркие и любимые композиции. Наши женщины самые лучшие в мире. Можете мне поверить, я много лет уже прожил, объездил почти весь мир, но лучше наших девушек и женщин нигде нет. Специально для жителей нашего города артисты включили в программу концерта песню о Сарове из альбома оркестра, который посвящен 300-летию Нижегородской области. Знаю, самый лучший это городной Саров. Самый лучший городной Саров. Это песни земли Нижегородской называется, где есть песни всех районов Нижегородской области. 52 района, 52 песни и в том числе песни о Сарове. Королевы красоты Бабаджаняна, Лада Шаинского, разговор со счастьем Зацепина и другие известные шлягеры советского периода в исполнении солистов губернского оркестра создали в зале атмосферу праздника. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Рубахи, кафтаны, сборники. В православном творческом объединении «Мир» работает выставка народного костюма «Носим русское». Экспозиция знакомит посетителей с основными элементами одежды крестьян, начиная с 17-го и заканчивая началом 20-го века. Вся одежда выполнена мастерицами творческой группы «Хоровод». Отличительная особенность выставки – все костюмы используются для участия в тематических праздниках. Натуральная ткань, естественная расцветка, витиеватый орнамент и простой крой. Народные костюмы мастерицы постарались воспроизвести с максимальной точностью. Об исторической достоверности говорить не приходится, так как представленные наряды – это некий собирательный образ того, как одевались крестьяне на Руси несколько веков назад. Но тем не менее, образ создан, и мы постарались максимально приблизить его к тому материалу, с которым мы уже работали. Рукодельницы скрупулезно изучают фотографии и рисунки русского народного костюма, найденные в различных источниках. Самостоятельно подбирают ткани, похожие расцветки, воспроизводят ручные швы. Самое главное – это правильно комплектовать. То есть мы стараемся не шить отдельно рубаху, отдельно сарафан. Все-таки мы обращаемся к материалам, которые есть в интернете. Наталья Климова вместе с участницами творческого объединения «Хоровод» начала шить русские народные костюмы для участия в различных праздниках. Но вскоре они так увлеклись исследованиями кроя сарафанов, фартуков и рубах, что стали стараться воспроизвести не только расцветку и фасоны, но и ручные швы. Так на свет появилось несколько комплектов одежды жителей, сел и деревень. У меня ближе крестьянская одежда, она такая красивая. И потом, когда начинаешь изучать, то просто приходишь в восторг, насколько сложно это все было выполнено. Представленные на выставке наряды – это не музейные экспонаты. Их можно рассматривать, изучать кроя и в исключительных случаях разрешают даже примерить и почувствовать себя представительницей крестьянского сословия. Сами мастерицы надевают их на различные праздники, чтобы погружение в атмосферу русского фольклора было полным. Этот год стал богатым на награды для начинающих гитаристов отделения «Народные инструменты» детской школы искусств номер 2. Михаил Борисенко и Анна Гончарова успели принять участие в трех конкурсах и завоевали призовые места. На Всероссийском фестивале «Гитарный калейдоскоп» музыканты выступали в двух номинациях – дуэтом и соло. Анна стала лауреатом первой степени, Михаил занял второе место. Аня Гончаров занимается гитарой уже четвертый год. Девочка растет в музыкальной семье, ее родители с детства увлекались фортепиано и баяном, а старший брат и сестра, как и Аня, учились игре на гитаре. Гитара очень нежная, плавная, особенно классическая и очень хорошо звучит. В этом году девочка уже участвовала в нескольких конкурсах и занимала призовые места. Однако победа именно на гитарном калейдоскопе для нее особая. Первый раз за все время выступлений Ане присудили звание лауреата первой степени. Мне понравилось награждение, вот это вот волнение, какое у тебя место. Сначала назвали участников, нас там не было, дипломантов, третья степень, вторая степень, и тут такая первая степень. Вместе с Аней на конкурс ездил Михаил Борисейко. За сольное выступление мальчику присудили второе место. Я очень волновался перед выступлением, но мой педагог Ирина Евгеньевна помогла мне справиться с волнением. Я хорошо выступил, а когда узнал, что я лауреат второй степени, я очень обрадовался. В дуэте ребята завоевали второе место, причем первое место не присудили никому. Саровским гитаристам до абсолютной победы не хватило нескольких баллов. Преподаватель Ирина Федельман высоко оценивает успехи своих учеников. Они выполнили все, что я от них хотела. Все возможное на данный момент. Все развивается. И в конце, например, этого учебного года ту же самую программу возможно. Я надеюсь, что они будут играть еще лучше. А в следующем году, если мы оставим эти произведения, они зазвучат совсем по-другому. Сейчас ребята готовятся к новому международному конкурсу, который пройдет в середине апреля в Нижнем Новгороде. Городской краеведческий музей приглашает саровчан присоединиться к международной акции «Селфи в музее». Проект был запущен пять лет назад. В Великобритании приобрел массовую популярность. О том, как стать участником проекта и сроках проведения конкурса расскажем далее. От «Селфи» в современном мире никуда не деться, однако можно с его помощью познакомить жителей с историей нашего города. Для этого сотрудники городского музея организовали новый конкурс «Я поведу тебя в музей». Нам захотелось привлечь новых друзей в наш музей, чтобы они рассказали о своих любимых экспонатах. И, конечно, поддержать любителей нашего городского музея, чтобы они рассказали о тех музейных экспонатах, которые им более нравятся в нашем зале. Планируется, что конкурс будет способствовать популяризации нашего музея в других городах. Люди не попадут в закрытый Саров, однако могут через выложенные в интернете фотографии познакомиться с музейными экспонатами. В конкурсе приглашают принять участие всех горожан. Он будет проходить до середины января следующего года. Условия просты. Участник должен вступить в группу ВКонтакте, которая называется, мы специально назвали «Я поведу тебя в музей», выложить фотографию с хэштегом «Я поведу тебя в музей». Не более пяти штук от одного человека. Желательно, чтобы на этих фотографиях был взрослый человек или ребенок на фоне экспонатом. Сфотографироваться можно с экспонатами как постоянных коллекций, так и новых выставок. Небольшие временные экспозиции меняются каждый месяц. В выставочном зале новые выставки организуют несколько раз в год. А остальные залы – это уже традиционные залы музея. Они просто в течение года, но иногда обновляются, дополняются какой-то информацией, проходят небольшая замена. Итоги конкурса подведут 15 января 2020 года с помощью программы «Рандома». Всего будет один победитель и два призера. Они получат памятные призы. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин